Давайте более хитрый вопрос какой-то про графу PY поставим. Вот у нас вершина, у этого X есть соседи, у Y есть соседи, а есть ли у них общие соседи? То есть вот вершины, которые соединены и с X, и с Y. Что мы можем сказать про общих соседей у X и у Y? То есть этими словами, сколько есть Z, есть Z, так что X и Z соединены, и Z с Y соединены. Давайте решим эту задачу, это чтобы нам с каждым годом были, а потом мы перенесем эту информацию и его проекту последний. Надо такую лему показать, как нам связать вообще вычеты с символом удержанта, да? Вот смотрите, значит, если X вычет, да, то символы удержанта 1, а если X не вычет, то символы удержанта минус 1. Может быть, вот, и вроде бы множество квадратичных невычетов это дополнение. Может быть, как-то символы удержанта прям совсем связан с вычетами, так сказать, прям вот здесь формула, одно вычисляющее через другое. Ну и вот такая лена. Давайте рассмотрим характеристическую функцию, функция множества квадратичных вычетов. Что такое характеристическая функция множества квадратичных вычетов? Ее обозначают вот так. Единица R от X, она равна единице, если X, Z, и ноль, если X, Z. Нет. Характеристическая функция множества квадратичных вычетов вычисляется по форме. Вычисляется по форме. Давайте я сначала немножко неправильную форму выпущу, а потом... Да. Вот такая форма. Половина, значит, сумма единицы в силу удержанта R. Давайте посмотрим, почему эта форма номерна. Если X из R, да, то тогда символы удержанта R, единица, единица плюс единица, это 2, и поделить пополам будет единица. Правильно? Но если X и Z, то и слева стоит единица. Правильно? Теперь если X не и Z, слева тогда стоит... 0, правильно? X не и Z. Что справа стоит? Единица плюс... Минус единица. Скобочка будет нулевая. Значит, справа тоже будет нулевая. Понятно, да? В чем формула неправильная? Она неправильная в нуле. Получается, что если я подставлю эту формулу 0, то слева должен быть 0, а справа стоит одна вторая. То есть 0 получился полубычки. Поэтому, чтобы писать тут прям совсем правильно, нужно немножко корректировать. Нужно писать тут х0 от X. Х0 от X это почти всегда единица, если X не равно на U. А вот нулевая. Хорошо. Давайте с помощью вот этой формулы попробуем посчитать количество общих соседей. И тогда у нас, вы увидите, естественным образом возникнут суммы символов лежа. Сколько общих соседей, сколько у X и Y общих соседей. Но что это такое? Что такое общий сосед? Давайте считать, чтобы... Ну, пусть ПНВ хотелось взять единственную помощь, а вот давайте. Какое у нас определение? Что такое общий сосед Y и X? Это значит сумма ОЗ. Так что X минус Z попадает в вычете. Правильно, да? X минус Z и Z. Тогда, когда X и Z соединены ребром. Правильно? Просто по определению. Значит, ребро тогда, когда разница подвержит вычета. Это я написал то, что X и Z соседи. И теперь я должен написать то, что... Z и Y и X соседи. Да? Давайте, если уж мы начали считать, что X... Давайте наоборот, что не Z соединено с Y, а Y и Z, чтобы это единобратие было, что Y соединируется с Z и Y. Так, пользуемся нашим формой. У нас получается сумма... У нас получается сумма Y от X плюс символы жанра X минус Z в... И так... Хи ноль Y минус Z плюс Y минус Z в... Да? Раскроем скобочки. Одночеркотить... Плюс сумма щеной x-z, y-z, summa x-z, y-z, summa x-z. Елена Ильича, я прошу прощения, вот сумма по z. Сумма по z. Что такое z? Я так понимаю сумму по z. Сумма по z. Z это у нас элемент сп, правильно? Значит, z пробегает, пробегает все f,p. То есть это на самом деле сумма по слагаемых? Это p слагаемых, все f,p. То есть сумма по z, от чего, так не знаю, функция z. Это есть f от нуля, да, первый элемент f,f от единицы и так далее, f от b минус это. Такая сумма, это просто короткая сумма. Хорошо. Ну, смотрите, давайте одну сумму просуммируем, первую. А про остальные уже будем думать, на самом деле уже элементрические суммы у нас появились. Значит, смотрите, ну первая сумма очень простая. Вообще, f0 это, в общем, почти всегда единица, правильно? Если бы f0 было единицей, тогда бы, значит, тут f слагаемых, как правильно, значит, заметьте, тогда b эта сумма была бы равна просто b. Правда, да? Потому что f0 это единица. Но тогда у нас, значит, f0 все-таки 0, и в каких же случаях f0 0. Икс, естественно, считаем, не равен у, да, чтобы общие соседи были у не одинаковых вершин. Давайте посмотрим на эту сумму и поймем, когда там есть нулевые слагаемые. Ну, смотрите, если z равно x, то мы имеем х0 от 0, и это будет нулевое слагаемое, правильно? Если z равно y, а это уже другое число, потому что мы предположили, что x не равно y, то же будет 0 умножаться на единичку, в другой слагаемое. Поэтому первая сумма это b минус 2 на 4. Еще раз, если бы 0 была равна единице, эта сумма была бы равна b, но тут есть два слагаемых, которые не учитываются, да, которые учитываются, так сказать, 0, которые дают, да, если z равно x, то будет произведение 0 на 1, и если z равно y, то будет 1, то 0 тоже на 1. Окей. Что с z-ми суммами? Опять, наверное, мы как-нибудь сообразим, что делать в случае, когда х0 равен 0, да? Ну, что будет, когда х0 равен 0? Ну, просто-напросто z равно x, да, и вот мы должны в символе жанром оставить z. Это, я думаю, мы можем сделать. Итак, значит, основная проблема, это когда, значит, дирковая из тонкости считать, что х0 это единица, и значит, у нас возникают такие задачи. задачи посчитать просто-напросто сумму символа ближанра, да? Это когда у нас, вот это, слагаемые единицы. Так, и еще, здесь то же самое, правильно? Вот. А когда мы посмотрим на последнюю сумму, увидим, что здесь возникает сумма иного типа x плюс, какой-то там, а, да, на b, x плюс b на b. Так вот у нас задача посчитать вот эту вот сумму. Эта сумма даст нам два слагаемых, а последняя сумма даст нам последний слагаемый. Давайте, смотрите, сумму считать. Это уже есть примеры тригонометрических сумм. x плюс b, x плюс b, x плюс b. Хорошо. Давайте считать. Первый вопрос, второй вопрос. Первая сумма. Значит, x у нас пробегает все поле, все, все и в b. Правильно? Давайте я возьму какое-то а, произвольное, нулевое, и посмотрю, что пробегает у меня множество аx. То есть, значит, я а умножаю на x и посмотрю, что это такое. Значит, x у меня принадлежал нулю b минус один. Вот, а x, чему принадлежит, значит, я начинаю с нуля, потом идет а, потом два, и так далее, а на b минус один. И сложно собрались, что это то же самое множество, потому что у нас вот это поле, да? И если у меня какие-то, значит, а x и а y равны, да, при x неравном y, да, то я могу, поскольку а неравную, сократить а и получить то, что x на самом деле равно и. То есть, а x пробегает тоже все fp. Хорошо? Если x пробегает fp, а x пробегает fp, давайте я так и напишу. Я посмотрю ту же самую сумму, да, только вместо x будет а x. Конечно, порядок слагаемых в этой сумме совершенно другой, но суммы равны, потому что x, а x, это разные последовательности, но пробегают они одно и то же год. Дальше вспомню, что символы лежандра у нас обладают свойством то, что произведение равен произведению. аp вырезает за оскобку, и мы получаем ту же самую сумму, с которой дали. Это означает, что либо эта сумма равна нулю, либо, значит, а на p равно единице. Вы видели с вами, что в fp есть такие элементы, у которых а на p не равно единице. это не вычеты поэтому если мы возьмем возьмем а мы получаем что а на b это единица и значит наша сумма равна исходной на минус 1 и значит эта сумма просто будет отсюда эта сумма просто будет или но можно было просто сказать что мы помним что символы флешантра единиц столько и сколько минусе просто мы будем дальше подробно сделать да действительно мы знаем что на половине символы флешантра 1 на другой половине на не вычетых минус 1 и 0 поэтому эта сумма половина минус единичка половина единичка это ну окей теперь давайте посмотрим что можно сделать со второй суммой во-первых можно вторую сумму привести вот к такому виду и можно считать что а равно нулю почему потому что опять же если икс пробегает все их икс пробегает И поэтому можно в этой сумме сделать замену x плюс а равно y, то есть x равно y минус а. И переписать первую сумму, как сумму по y, на y плюс b минус а. Мы получили сумму такой. Понятно, да? Можно считать, что а равно 0, ну а вот этот c, как он получит, такой он будет. Хорошо. Теперь что делать с этой суммой? Давайте вспомним, что fp, в fp есть обратный элемент, то есть в fp, эта сумма, между прочим, то же самое, что в xp на x плюс zp, правильно? Значит, в fp есть обратный элемент, давайте его сотру, уже рассмотрели сумму в удобном для нас виде. В fp есть обратный элемент, да? А раз так, и раз есть такое свойство, то можно посчитать символы жандра от x, x минус первая и от единицы. Значит, x на p, символы жандра x минус единица p равно символы жандра от единицы от p, которые равен единице. Так, символы жандра, это плюс-минус один, да? Получается, что если x по p равен единице, то x минус первая по p равен единице. Если x по p равен минус единицы, то x минус первая по p равен единице. Значит, x минус первая по p просто-напросто равен x, b. Ну, я тут рассматриваю случаи, да, x минус, потому что я решу обратно. Хорошо. Значит, можно считать x по p, можно x минус первая по p, это все одно и то же. И значит, я могу заменить в моей сумме x по p на x минус первая по p, x плюс c. Я могу считать, что в этой сумме x не 0, потому что вклад x равен 0, это, скажем, любое, правильно? Если x 0, то будет 0 умножаться на что-то, символы жандра равен 0, это плюс. Поэтому я вот считаю здесь, что x минус первая по p, иногда это пишут вот так, сумму со штрихом. Считаю, что x не равно 0. Вот. Я заменю x по p на x минус первая по p, разбить предварительно произведение силы лежатой по 2, соединю. Значит, это произведение будет единица плюс c x минус первая по p. x, значит, не равно 0. Последний ход. x у меня пробегает все fp. Что пробегает x минус первая? Ну, x минус первая, например, не может никогда равняться 0, правильно? То есть все fp, оно не пробегает. Ну, x, впрочем, тоже все fp не пробегало, а x не равно 0. Вот. Ну, значит, у каждого элемента есть обратный, да, если обратный равный элемент равный, значит, x минус первая пробегает тоже, все fp без 0. Правильно? Так. Хорошо. То есть я могу здесь написать единица плюс c x по p, x не равно 0, потому что x минус первая, значит, не равно 0. Если кого смущает, давайте написать здесь y. Теперь мы смотрим на пункт 1 и видим, что если, значит, сумма была бы по всему fp, то эта сумма была бы равна 0, правильно? Потому что здесь у нас y пробегает все fp, c y пробегает все fp, если с одинок, да? Вот. И с дырив c y на 1 тоже пробегает все fp. Значит, вся вот эта, все, вот этот грант агрегат, смотри, пробегает все fp, если бы была сумма полной. То есть если бы y был не равен 0. Ну, а вклад y равен 0, это просто нужно подставить, вместо y 0 будет 1 по p, да? Семория жанра от 1, который равен 1. Значит, это будет 0 минус 1 по p равно минус 1. Вот, итак, вторая, значит, здесь мы вот ответим на вопрос, это будет 0. А в этом случае, если а не равно b, то мы посчитали эту сумму, и она оказалась равной минус 1. Так, а что будет, если а равно b? Если а равно b, то, видите, тут два множителя одинаковых. x плюс а, символы жандра, x плюс b, символы жандра. Символы жандра, это либо 1, либо минус 1. Если они одинаковые, то получается, что мы либо умножаем две единички, либо две минус-единички. Правильно? И значит, слагаемая у нас тут всегда единичка. Ну, кроме опять вот этого случая несчастного, когда, значит, обе вот эти вот скобочки, да, оба символы жандра берутся от 0. Значит, будет b минус 1. Теперь мы готовы к вычислениям. Давайте картинку эту еще не стирать. Мы посмотрим, собственно, правильно ли мы наше вычисление или нет. Продолжаем. Значит, первая сумма у нас посчитана, да, это b минус 1 пополам. Вторая сумма. Значит, сумма по z. x минус z. x минус z, да, давайте на него посмотрим. Значит, если у нас x0 равен 1, то это будет просто сумма по z, да, x минус z. Единственной точке x0 равен 0, да, когда z равно x. Значит, нужно вычесть y минус x по p. Опять же, если z пробегает все fp, то минус z пробегает все fp. Сдвиг z тоже пробегает все fp. И, значит, по пункту 1, да, по пункту, по задаче первой, мы получаем 0 минус y минус x по p. Ясно, что за второй суммой будет то же самое. Значит, что тут даст нам ненулевой вклад? z равно y, значит, будет x минус y, да, значит, вторая сумма даст нам минус x минус y по p. Вот, теперь, наконец, последняя сумма. Последняя сумма, это в точности наш пункт 2, правильно? Суммирование идет тут, правда, не по z, а по минус z, но если z пробегает все fp, минус z тоже пробегает все fp. И, значит, это сумма равна минус единице, если x не равен y, а x не равен y, это мы договорились. Финальный ответ. b минус 2 на 4. Дальше минус y минус 5 по p. Минус x минус 5 по p. Да? А не минус 1? Ну, между прочим, вот, можно немножко тут упростить, да? Давайте вынесем доскопку y минус x по p, да? Здесь будет единица, а вот это выражение x минус y, это минус y минус x, значит, будет минус 1 по p. Нет, вы забыли, четвергами минус, перед минус x минус y по p. Да, спасибо. Итак, вот такой вот у нас ответ получился. Вот только общий соседей. Видите, вот это выражение, оно даже иногда и не зависит от x и y, да? Ведь если минус единица равно, если всего лишь жанра от минус единицы равен минус единицы, то вся скобка новая. И получается, что общий соседей для любых x и y, p минус, значит, получается 3 на 4, да? p минус 3 на 4. Если p сравним с 3 по модулю 4, то... Да, 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 но записка нет, мелочь. В нашем случае это не так, да, p равно 1 по модулю 4, поэтому количество соседей зависит от x и y, да? Вот давайте посмотрим, сколько общих соседей у единицы, скажем, и тройки. У единицы и тройки в общих соседей будет только двое, правильно? Вот, что нам дает формула? Сейчас про них. 5 минус 3, значит, на 4. Значит, этот символ будет равен. Это будет двойка у нас, да? 2 и y минус x, это будет 3 и 1. Разница между ними и двойка. А двойка не вычет, значит, сила лежатора будет равен минус 1. Значит, будет плюс 2. Давно 1. Работает. Работает. Также можно посчитать, например, взять вот 2 и 0. Вот. А вот 2 и 0 тоже есть, соседей, неинтересно. Так, ну, например, 1 и 2, да? У них общих соседей, получается, нет. А 1 и 2, они соединены ребром, и поэтому здесь вот надо мест плюс 2 и ставить минус 2. Раз, будет двое. Работает. Субтитры сделал DimaTorzok